Все вы, безусловно, помните анекдот про резиновую бабу, которую покупатель возвращает в магазин и устраивает скандал. Он недоволен тем, что у его резиновой женщины изо рта торчит сигара, из задницы торчит толстенный хвост, а спереди между ног висит пенис. Продавец успокаивает покупателя, как вы помните в анекдоте, тем, что он просто надул свою резиновую бабу наизнанку. Я вспомнил этот анекдот, потому что стал думать, а сколько петард можно засунуть в болельщицу «Зенита». Подозревают болельщицы петербургского «Зенита» в том, что они протащили на стадион в Химках петарды во влагалище. Надо сказать между нами, именно совать петарды во влагалище вовсе было не надо. Можно было сунуть петарды сзади за ремень, джинсов, как многие делают для того, чтобы протащить всякое запрещенное. А вот именно «Зенитовки» суют себе все между ног. Мы не вправе их за это осуждать, хоть бы и петардой, но мох и паутину иногда пробивать надо. Вот примеры «Зенитовок», несколько примеров, более или менее дающих представление о том, что это за птица. Не они кидали петарды, но они болельщицы из этого гнезда. Вот женщина в профиль, а вот женщина в разрезе. А вот петарды разного вида. Они разной длины, от примерно 4 до примерно 8 сантиметров. Что, вероятно, примерно отражает желанное, принятое и обычное в «Зенитовской» спортивной жизни. Вернемся к женщине в разрезе. Сколько именно петард можно носовать в «Зенитовку»? Давайте исходить из того, что нам надо сжечь сетчатку глаза вратарю московского «Динамо». Станем в «Зенитовку» закладывать самые крупные заряды. Не более одного спереди, один сзади. Я настаиваю, что ни одна полость не должна игнорировать нужды большого спорта. Одна петарда могла бы также дойти до цели во рту «Зенитовки». Итого каждая могла бы донести до цели три боезаряды. Руководство клуба «Зенит» самым склочным и негожим образом заявило, что если их засудят за петарды, то они ответят нет ни спортом, нет ни игрой. Ну, конечно же, не футболом. Они ответят тем, что наябедничают «Газпрому». Я бы считал это мелочностью руководства «Зенита», не спортивным поведением. Я считал бы, что у руководства «Зенита» стоят просто дешевки. Если бы ни одно влагалищно-жопное обстоятельство. По всей Москве слава у «Газпрома», которая собирается привлечь «Зенит». Именно самое, что ни на есть, петерастическое. Так что руководство «Зенита» обещает нам, что на смену зенитовским шлюшкам придут «Газпромовские» боевые петерасты. Ну, держитесь, ребята. Про футбол никто ни слова не говорит. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!